Всем привет! Сегодня буду консервировать помидорки на зиму. Очень пряные, кисло-сладкие, вкусные. Для меня зимой нет ничего такого интереснее, чем какая-нибудь такая вредная жареная картошечка с таким пряным помидором. В общем, очень вкусно! А за рассолом реально стоит очередь. В общем, все по порядку. Готовится очень просто. Я стерилизую банки вот так вот на чайнике. Мне это очень удобно. Кто хочет в духовке, кто как привык. Также буду стерилизовать крышки, чтобы убить все лишние микробы. Мою и помидоры, и всю зелень, которая у меня будет там использоваться. Каждый выбирает зелень по вкусу. Также мне понадобится сюда одна крупная луковица на все. Много лука не добавляю. И один большой красный перчик. Опять же, много его добавлять не буду. Мне нужно от него буквально немножечко аромата пряного добавить. А не то, чтобы он перебил именно вкус моих помидорок. Нарезаю листья хрена такими где-то по 5 сантиметров полосочками. У меня здесь три крупных листка на 6 банок. Три литровые и три трехлитровые. Утрамбовала я туда вниз листочки хрена и зонтики укропа в банке. Они дают намного больше аромата, чем, допустим, обычная зелень. И режу пластинками сюда по 2 зубчика чеснока в большую банку и по зубчику в маленькую. Много чеснока добавлять не нужно, потому что все-таки мы не огурцы консервируем. И распределяю лук внизу. Лук можно и чередовать с помидорками. То тоже будет очень красиво именно в банке смотреться. Теперь подошло время для специй. Специи можно использовать любые. Я буду использовать сюда лавровый листочек. Разбрасываю абсолютно на глаз каждый раз. Смотрю и по размерам листочков. Где-то в среднем по одному листочку в маленькую, по два в большую. Буду сюда добавлять еще и черный обычный перчик горошком. Буквально по 4 бусинки в маленькую баночку. И, соответственно, больше в большую. И душистый перец. Тоже по 2-3 бусинки в маленькую баночку. И, соответственно, в большую пропорционально. Буду добавлять еще буквально по одному зонтику горчицы. Ой, горчицы-хвоздики. И кориандр с горчицей. Кориандр дает реально очень пряный такой привкус. Мне очень нравится консервация с ним. И горчица. Во-первых, с ней консервация очень красивая. Эти бусинки, когда плавают, там очень мне нравится. И они придают очень такой интересный привкус. Помидорки я саму плодоножку буквально там 2-3 раза продырявливаю шпажкой, либо зубочисткой. Они тогда у нас не лопнут и лучше промаринуются. И утрамбовываю их в баночки. Довольно плотно стараюсь. В последнюю очередь в помидорки добавляю буквально одну полосочку перчика. В маленькую баночку и, соответственно, в большую уже распределяю. Много перчика не добавляйте, чтобы он не перебил у нас аромат помидорок. Заливаю банки кипятком. Стерилизовать абсолютно не люблю, потому что можно и переварить. В общем, не люблю. Будем заливать 2 раза просто кипятком. Оставляем помидоры постоять 15 минут. И затем сливаем всю жидкость обратно в кастрюльку. И потом в эту жидкость уже будем добавлять сразу соль и сахар. Будем делать рассол. Не переживайте, что у нас некоторые специи ушли сюда в водичку. Мы их обратно разольем по банкам. Возвращаем обратно. Пока закипает, буду консервировать вот таким вот ключом. Он очень мне нравится. Он с такими вот как с резьбой. Очень удобно ним консервировать. Покупала я его на китайском сайте Нильчик. В одной из моих обзоров был именно этот ключ. Мне он очень нравится. Вы сейчас увидите, ним работать очень просто. А с этого китайского сайта вообще очень много чего заказываю. Последнее время мне очень нравится. Качество на высоте и приходит курьером домой. После того, как наш рассол закипел, добавляю в него уксус. И уже после закипания с уксусом разливаю по банкам. Наливаю до самого верха. Лучше пускай лишнее у нас выльется, но будет поменьше воздуха. И прокручиваю ключом. Закрывается очень быстро. Мне очень нравится. Вытираю вокруг и переворачиваю баночку. Смотрю, чтобы там ничего не капало именно с под крышки баночки. Переворачиваю. И накрываю сверху каким-нибудь таким шерстяным, либо махровым полотенцем. Чем-то очень теплым. И оставляю до полного остывания. Получаются вот такие вот ароматные, классные помидоры. Прекрасно хранятся в условиях квартиры. В общем, рецепт очень крутой. Обязательно попробуйте и не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.